Доброе утро, страна Ольга Венская и Нина Можейко. Мы желаем вам приятного пробуждения этим летним утром. Нам очень приятно, что этим утром для нас и для вас проснулась распрекрасная, отдохнувшая после отпуска Маша Хрусталёва. Маша, доброе утро тебе. Доброе утро. И мы завидуем, конечно же, белой завистью. Доброе утро. На первый загар, смотрите, какой. Доброе утро. Я очень рада вернуться. Конечно же, я соскучилась. На протяжении всего времени я собирала самые острые, самые свежие новости. И прямо сейчас традиционно о них расскажу. В Парагвао собака помешала проведению матча на национальном чемпионате по футболу. Встреча команд Соль де Америка и Гуарани едва не сорвалась из-за спящего посреди футбольного поля пса. Спортсмены и болельщики решили не будить четвероногого, который почему-то расположился на траве во время футбольного поединка. В телетрансляцию попали кадры, как собака спит на поле, а игроки ждут ее пробуждения. Соответственно, время матча пришлось немного сдвинуть. Но, несмотря на это происшествие, он завершился победой команды Соль де Америка со счетом 1-0. Ну, и я вот думаю, а если бы в студии Доброй Раницы Беларусь появилась собачка, которая спит утром, как раз таки в 6 утра, эфир пришлось бы вести шепотом? Не, мы бы ее не будили, это точно. Это мы только телезрители будим, а собак нет. Мы бы даже на шепот перешли, возможно. Ну, на громкий шепот, знаешь, такое. Но вот, кстати, благодаря работе оператора я рассмотрела, что, смотри, это не просто пес, это же собака-девочка. И более того, судя по всему, извините за физиологические подробности, судя по всему, это молодая мама, кормящая. Кормящая мать. Оля, ну это далеко не каждый сможет рассмотреть. Я думаю, что наверняка все футболисты даже об этом не знали. Рассмотреть может не каждый, но понять все-таки может каждый. А кормящая мама, молодая особенно, она спит где только возможно. Вот есть возможности где-то хоть на пару минут прикормить, вот так вот, прямо на футбольном поле и заснешь. Тот самый случай. Но теперь эта история прям совсем другие краски приобретает. Ну что же, а далее я расскажу про ситуацию, которая похожа на сценарий к голливудскому фильму. Но это не кино, хотя все произошло в Калифорнии. Мужчина, укравший товары в строительном магазине, оказался точной копией актера Брэдли Купера. На кадрах со скрытых камер сложно не заметить то, насколько преступник похож на звезду. Единственное отличие, голливудский актер немного стройнее. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти правонарушителя. И впрочем, многие думают, что им это с легкостью удастся, ведь фотографии мужчины уже повсюду в социальных сетях. К слову, пользователи в интернете уже успели пошутить над голливудским актером Брэдли Купером, который якобы сводит концы с концами. И я думаю, это тот случай, когда преступник может даже впервые порадоваться о том, что его фото попали в социальные сети, потому что сравнение это все-таки, наверное, комплиментарное. Итак, начнется карьера очередного голливудского актера. Но кто знает, может быть, если будет капризничать Брэдли Купер, все роли будут доставаться потом вот этому, понимаешь, нахалу и ворюге. Кстати, то, что его поймают, мы не сомневаемся. Но наверняка, когда его поймают, он скажет так гордо, зато я похож на Брэдли Купер. Это правда. Больше всех радуется вот именно Брэдли, я думаю, потому что, знаете, это вот сладкое чувство, когда у тебя есть копия, но ты стройнее. Кому бы это было неприятно, даже когда речь идет о преступнике. Да. Ну что же, а я предлагаю переходить к следующей новости. Житель канадского города Торонто нашел способ обмануть фортуну. Мужчина 36 лет играл в лотерею одними и теми же числами, и, наконец, они помогли ему сорвать джек-пот и разбогатеть. Стивен Диксон в течение трех десятилетий использовал при игре в лотерею числа, совпадающие со значимыми для его семьи датами. В результате очередного розыгрыша мужчина сорвал джек-пот на 20 миллионов канадских долларов. Мужчина узнал о выигрыше после того, как сын напомнил ему проверить билет, который он купил в продуктовом магазине. Увидев на экране сумму выигрыша, канадец решил, что это реклама следующего розыгрыша, и тогда продавщица проверила билет и подтвердила выигрыш. Далее, она начала танцевать, а посетители в магазине подходили к ним и поздравляли с выигрышем. Такое ощущение, что продавщица порадовалась выигрышу больше, чем сам победитель, чем сам Стивен. Просто он был обескуражен, он не ожидал, что такое вообще может происходить в реальности. А вот действительно, Оля, ты как человек со стажем в лотереях-то. Так. Бывает такое? Это правда или миф? Бывает, что даже два раза в одну и ту же реку я про то, что победители некоторые приходят за вторым и третьим выигрышем и так далее. Я к тому, что это очень хорошо визуализировать, представлять себя вот в роли того самого победителя, который сорвал джекпот. Маша, вот если бы ты сорвала джекпот, то что бы ты его потратила? Есть мысли? Я вот прямо сейчас об этом задумалась. Мне кажется, мы живем в такое время, когда нужно ко всему подходить разумно. Что-то, может быть, я бы и потратила на осуществление каких-то мечт, а что-то, может быть, я бы даже попробовала проинвестировать во что-нибудь интересное, в общем, стать инвестором. Прямо сейчас об этом задумалась. Я вот ведь сразу видно, что Маша Хрусталева отдохнула, да, мозг начинает генерировать огромное количество идей. На самом деле, выглядит же потрясающе. Поэтому мы пожелаем тебе сохранить этот послеотпускной задор, да, не растерять его. Ну и, конечно же... И поделюсь им с вами, конечно. Спасибо. И пожелаем тебе обязательно приобрести тот самый счастливый лотерейный билетик рано или поздно в своей жизни. Спасибо огромное. Хорошего дня и до новых встреч.